Привет! 15 июня 2011 года, видеоблог. Сегодня будем говорить о такой интересной теме. Я бы ее под общим названием назвал, мы будем говорить о питуньях или питунье или питунью. В общем-то мы будем говорить о том, что происходит каждый год в Луганске и сколько это стоит. Я говорю о том, что я каждый раз еду весной и в течение таких дней или недель я вижу, как много-много работников коммунального хозяйства, стоя рачки вот так вот по над дорогой или между дорогами и высаживают тысячи цветов. Потом они рапортуют о том, что они высадили, я не знаю, десятки тысяч цветов для красоты, для какой-то. Потом они ездят и поливают эти цветы, потому что видите, сейчас дожди, а дождей допустим нету или засушливое лето, как в прошлом году. Все это высыхает, вымирает, они там пытаются поливать это все дело, опять тратят большие деньги. Во-первых, они мешают просто проезду по центральным улицам, во-вторых, ну, чтобы там радовало глаз или еще что-то, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что оно не спасает ни от пыли, ни от чего. Я подумал, а как можно решить эту проблему, собственно? Залез в интернет и набрал сразу же газонная трава, в гугле или там Яндексе, где угодно, находите, пожалуйста, выпадает куча-куча разных сайтов, где продают траву. Трава стоит, на секундочку, 100 гривен килограмм. Ну, то есть, я так понимаю, такой поколан травы, которую можно или скурить, или просто рассеять по периметру всяких, по дорогам, по обочинам, по разделителям. И я вот сижу и читаю, может быть, что не подходит, может быть, там какая-то английская трава, или трава, как на Донбасс-арене, по 3000 евро за квадратный метр. Да нет, смотрим. Даже читаю просто, чтобы вы услышали, подходит или не подходит. Смесь семян засухоустойчивых, формирующих плотный травостной, не требующий частого полива. Не надо поливать, тратить деньги. Ну, вот дождь прошел, все, отлично, трава будет дальше расти. Рекомендуется для использования в засушливых регионах. Ну, пусть да, мы где-то засушливы будем называть его так. С большим количеством солнечных дней. Почему бы и нет? Лето у нас, солнце достаточно хорошо. А также на участках, постоянно освещенных солнцем. То есть, это то, что нам надо. Обочины, междорожное расстояние. Все это нахрен засыпать травой. Просто травой, которая будет расти каждый год без вашего участия, без кучи денег. Мы будем хорошо экономить. Хватит даже на какой-то покос. А даже нахрен косить не надо эту траву. Потому что травичка эта будет собирать пыль, от которой просто уже невозможно. Вы-то заметьте, вот посмотрите на эти фотографии. Каждый год в Луганске идет большой дождь. Причем не один. Каждый год эта дождь с этими потоками смывает с обочин кучу, кучу, кучу мусора, песка, пыли, грязи, почвы и всего остального. Засыпьте вы эти вещи травой. Пусть вырастет хорошая, сочная трава. Она будет задерживать пыль, она будет задерживать грязь и она будет сдерживать все эти поползновения почвы. Попробуйте проехать по Ленина. Попробуйте проехать по какой улице? Скажите, где двойка поднимается. Лермон? Нет, не Лермон там. Не важно. Сосюра? Нет. Вот хрен с ним. Ведь вы, особенно в дождь, вы посмотрите, оттуда все потоки спускаются вниз грязью. Откуда эта грязь? Да откуда? Ну как? С обочины-то грязь едет. Течет с обочины, пожалуйста. Ну сделайте, ну пожалуйста. 86 гривен за поковар. Вот смотрю. За скидкой. Какой 86? Вот экономия даже есть. Четыре штуки купил, уже по 82 гривен. А купите вы тонну. Ну умножьте там тонну. Это сколько это денег будет? Да это весь город нахрен можно травой засыпать. Будут у нас красивые английские ложайки. Спасибо, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok